Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй. Сегодня у нас новый ивент, называется он «Безумие на рынке». Фельдшер Адзума. Я слыхал, ты умеешь обращаться с теневой энергией, мне пригодится твоя помощь. Произошла авария. На базаре тени провод рванул, мы, фельдшеры, ликвидируем последствия таких аварий. Знаешь, что самое жуткое в этой работе? Безумцы, сырая теневая энергия из труб вызывает сильные галлюцинации. Нам ее откачивать надо, а тут еще эти психи. У меня в этот раз новый отряд, одни стажеры, подстрахуй нас, ладно? За это я отсыплю тебе жетонов на новое снаряжение. Ха, неплохо, да, ребята? Короче, спасательная операция восхождения. Начинаем с вами с обычного режима. Помоги фельдшеру Адзуми разобраться с аварией на тени проводе. Так, и у нас тут награды. Кстати, я хочу посмотреть, прежде чем ввязываться в эту драку, что он там за сет такой. Ага, посмотрим. Оу, крут, крут, не могу ничего сказать. Так, ну это будет послабее на Генната. Ладно, и смотрите, какие дротики. Оу, бесконечная боль. Дротики хороши. Шляпа тоже хороша, ребята. Хо-хоу. Слушайте, ну, в общем, мой вердикт такой. Идем, конечно же, идем, ребята, идем проходить. Пытаться зарабатываем. И посмотрим потом, что это у нас за сет такой. Так, ну, как вы знаете, на обычном режиме у нас будут мало, мало очков даваться. Тут у нас также будут карточки. Редкий бустер пак. Потом редкие карты и 150 рубинов, как обычно. Ну что же, поехали. Будем участвовать. Три попытки, как всегда. Погнали. Будем смотреть, кто здесь и что здесь. Раунд один. Так, обезумевшая торговка. Естественно, под галюниками, ребята, она. Под галюниками. Воу. А так вот не хочешь? Ха-ха. Ну, я понял, понял, понял. Эх, хитрожопая. Иди-ка отсюда, нафиг. Не нервируй меня, муля. Ты что такое? Опа. Зря, зря ты, конечно, так стала делать. Тут охламонка. На. Нормуль, понравилось тебе. И добивочный. Вот так. Прям по хребтине, да? Ха-ха-ха. Своей палкой-выручалкой. Да, ребята. Глефа есть глефа. Погнали далее. А что у нее там, я не понимаю. А, у нее нунчак. Ёлки-палки. Вот оно что. О, 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 не надо, не надо. Хитро, конечно, было, но по-моему, неуместно. Да чтоб тебя. Ты посмотри, что делаешь, да? Выкореживается, значит, да? Ребят, нам тут тоже слишком сильно понтоваться-то не стоит. Как говорится, хоть и то, что она легенькая, это не говорит о том, что мы можем тут, знаете, издеваться над ней. Будем делать достойный поединок. Достойного бойца. Вот так вот. Ну и добиваем, наверное. Нет. А, нет, добили, да, ребята. Это все. Я надеюсь, она придет в себя и посидит уже там на рынке, подумает над своим, как говорится, поведением. Ну, а мы, естественно, продолжаем. И у нас следующий бой. Это кто тут у нас? Пока не написано. Погнали. Кто же, кто же? Опять какой-нибудь обезумный. Да, только на этот раз уже носильщик. Смотрите, какой у них интересный очень рынок, ребята, получается. Все практически умеют драться. Все имеют навыки к боевым искусствам, да. И у всех посохи, нончаки. В общем, какой-то очень странный, ребята, городок. Очень странный. Но еще страннее здесь вот этот вот рынок. Почему-то в котором шел теневой трубопровод. Они, знаете, они как будто нефть качают, елки-палки. Других слов мне не подбирается это назвать. Так, ну что же, он у нас получил довольно легко. Мы, кстати, с вами идем на обычный бустер-пак. Ну, да, я не спорю, там ничего хорошего нам не стоит ожидать. Но, тем не менее, карточки нам нужны. И еще я хочу получить этот сет. Хороший сет. Ничего не могу сказать. Шляпа очень хорошая. Броня не то, чтобы, но все-таки, если взялись, как говорится, за это дело, то будем добивать. Ну что же, все. Носильщик у нас отдыхает. Идеальная была у нас победа. Я даже не стал тратить, как вы видели, супер свой теневой удар. О, боги, я не могу вспомнить, что я здесь делаю. Кто ты, монстр? Живым ты меня не возьмешь. Отряд, взять его. Короче, ребята, фельдшер от зума обезумел от этих испарений, я так понимаю. И теперь он будет боссом. Ну, якобы. Хорошо. Что-то я, правда, бустер-пака не вижу обычного. Но, тем не менее, будем драться с отзумой. Я, как понял, он, ребята, будет находиться в этом сети, которую мы сегодня будем с вами добывать. Плюс у него именно та самая Нагината. Тем более с этим братком, я помню, мы дрались когда-то очень-очень давно по основной сюжетной линии. Так. Смотри-ка, он довольно хитро и больно бьется, поэтому мне пришлось, ребята, именно вот так его истреблять. Другого варианта я не видел. Я не стал тут, извините меня, шушукаться с ним и прикалываться. Как говорится, все было довольно жестко и скромно. Как говорится, не до разгуливания. Тем более, он сейчас будет теневуху использовать. Это, знаете, очень будет больно, наверное. Я не знаю, какой у него там удар, но он делает мне бросок. Все, я понял тебя, братишка. Так, теневуха у тебя закончилась, и это хорошо, ребят, потому что я его буду уже наказывать. Так. Ну, слушайте, ну он довольно крепкий. Вот что я могу сказать по этому поводу. И не все получится так легко, как хотелось бы. Все, иди отсюда. Достал ты уже меня в корень. Да, если вот первый вражина такой сильный, то я даже боюсь представить, каким он будет в конце боя. А, у нас же еще третий турнир. Что-то я, ребята, рановато расслабился, совсем забыл. Да. Хорошо. Ладно, попробуем. Попробуем его накумарить. Не знаю, получится, не получится. Но вроде бы пока идет неплохо у нас все. Ах ты, засранец ты мелкий, а ты посмотри. Да-да-да, конечно, я же знаю, что ты будешь именно так делать. А если вот так вот? Как же ты, гад, блокируешься-то, а? Ну, достанем, нет? Достали, пробили. Замечательно, ребята. Три победы. Все как полагается. Нагина-то упала. Он, бедно, расстроился. Да. И у нас с вами... Вот он, вот он, редкий пак. Ну что ж, давайте вскрывать. Посмотрим. Ай, я забыл, забыл же. Да, вы говорили, что нужно по нему елозить. Так, ну что, самодельная жала. Фигня, честно говоря. Ну, золоченые обручи, это тоже бред по мне так. Так, алые чакры. Тоже ерунда. Учебный посох. Ну, в общем, ребят, все это не то. Ну, а что вы хотите от обычного бустер-пака получить? Ну что же, у нас с вами следующий бой. Поехали. Нам, кстати, осталось один. И мы получим редкую карту какую-то. Ну, посмотрим, насколько она редкая. И мне кажется, что она будет именно для Нагинаты предназначена. Так, фельдшер-стажер у нас. С сайами этот чувачок у нас. Точнее, чувачиха. Потому что это женщина, как вы видите. Ну, довольно прикольно, прикольно. Стиль мне нравится у нее. Такая причесочка моднявая. Короткая. Не то, что... Оу! Да и дерется она, кстати, не очень-то плохо. Так что, ребята, я даже не знаю, что у нас тут... Ой, я-я-яй, больно, да. Вот у нее вот эти вот выпады. Кстати, ребят, у нее уже накопился для теневого удара энергия. Мне нужно ее ликвидировать как можно быстрее. Так, ну, у меня, в принципе, тоже. Так что, если я сейчас первый проведу комбинацию теневого удара, то, возможно, возможно, будет победа за нами. Без какого-то там либо ущерба. И я попытаюсь это сделать, ребят. Ах ты! Ты посмотри! Ребят, она мне сбила теневой удар, ребят. Вы представляете, а? Вот так у нее получается! Да что ж ты будешь делать-то? Эй! Ахламонка, ты как так умудрилась-то? Два раза подряд она мне сбила. Да, вот этим вот своим идиотским поганым выпадом, кстати, ребята. Ах ты! Все, по-моему, у меня хана. Вы посмотрите, она сделала всего четыре выпада вот этих вот сайми в нижнюю стойку мне, да? И все! И она меня подбила. Это без всяких, тем более выкрутасов. Ть, понятно. Ладно, хорошо. Будем это иметь в виду, ребят. Так, хорошо. Здесь мы вроде бы как пока справляемся. Мне нужно-то всего лишь одну победу сделать. Да что ж ты такая мощная-то? Эй! Один бросок и довольно очень много хп у меня отобрал. Ладно, здесь мы вроде бы как... Тихо! Блин, хотел же присесть. Да смотри, опять начинает она вот эти вот выпады свои делать. Слушай, ну тут какие-то враги у нас, я смотрю, довольно сильные. Ладно, посмотрим, что будет на завершении. Причем не забываем, ребята, здесь у нас обычный режим идет. Или я просто разучился здесь играть. Да, пропеллер для Нагинаты. Ну, в принципе, я так и думал. Кстати, он у меня, по-моему... Да, он у меня есть. Так что для меня это не новость. Ну что же, нам еще как-то нужно одолеть два боя. И тогда будет у нас на обычном режиме все пройдено. Стельшер, стажер. Тоже, ребята, с Глефой, как мы видим. Глефы, это такая штука, ребята. В нормальных руках очень опасно. Ты посмотри. Юрит, а? Какой ты юркий. Нет, ребята, я не буду здесь. Я буду его пробивать вот этим вот ударом тройным. И попробую. Ты чтоб тебя. Ёпрстэ. Эй, тихо, успокойся, пожалуйста, а? Фельдшер. Стажер, фельдшер, язык сломаешь мне. Тихо. Сейчас будет теневуху свою использовать. Они всегда так, ребята, делают. Черт бы тебя побрал. Да ну нафиг. Я даже не успел отпрыгнуть. Офигеть, какой он шустрый, быстрый. Вот тебе, ребята, и, блин, Глефа. От своего же, грубо говоря, оружия я и пострадал. Ну ладно, я эти теневуху не буду пока использовать, ребята. Она мне пригодится. На, гаденыш получил. Нет, теперь моя очередь. Так, да чтоб тебя. Ну как он знал, что я буду сейчас делать именно вот это вот, а? Черт бы тебя побрал. Все, достал ты меня в корень. Не знаю, ребята, смогу, не смогу я его одолеть. Ну, буду пытаться теневыми хотя бы ударами его наказывать. Ну, а там вся надежда только уже на добивку. Так. Да ладно, нет, 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 нет. И сейчас удар, да, ребята. Черт бы его побрал, а. Да. Слушайте, а если мне поменять оружие? Сейчас я гляну, что у меня там есть. Ну, сейчас, конечно, этот чувак не будет ничего говорить. Нет, почему-то ничего не стал говорить. Что я могу себе поставить? Давайте глянем в экипировку. Мммм, смените, например. Блин. А я не вижу, ребята, смысла. Я могу только улучшить. И причем довольно неплохо. Ладно, хорошо, я сделаю улучшение. Давай еще одно улучшение. Слушайте, я буду надеяться, что это мне хоть как-то поможет. Попробуем. Так, тут еще можно открыть у нас коробочки всякие. Ну, что тут мне достанется? Понятно. Коса просветления. Ярость тигра. 2400 монет. И понятно. Сразу же следующий активируем. Все. Ладно, погнали дальше. Нет, я его должен, ребята, забомбить. Что это за дела такие, а? Мне еще с боссом надо драться. Я не могу его предспечника завалить. Фельдшера, блин, стажера. Ты посмотри. Да как он так? С удара, ребята. Просто сносит у меня столько здоровья. С одного вонючего своего гребаного удара. На, получил. И у меня, да, ребята, удар отнимает вообще краполя просто. Наконец-то я его подловил. Захотел он тут выкрутиться. Опять у него накопился теневой удар. Не выпускаем, ребята, его отсюда. Сейчас, наверное... Ай-яй-яй-яй. И теневой, да? Естественно. Но кто в этом, блин, мог сомневаться? Кто угодно, только не я. Ай. Такое впечатление, что нифига не получится. Ну, я буду стараться, ребята. Не получится в этот раз, получится обязательно в другой. Просто надо приналовчиться. Давно я не видел противника, ребята, с Глефом. Поэтому для меня как бы это сейчас новинка. А когда-то раньше... Да ее просто. Если бы не его на еще вот эти вот броски... Уворачиваться-то как, а? Любой, блин, позавидовать сможет таким уворотом. Нак, гад. Достал ты уже просто в корень. Нет слов мне на тебя. Еще получи. Ну все, я его сейчас, ребята, здесь и добью. Надеюсь, добью. Ну. Промахнулись. И добили. Ну. Получится у меня сравняться с ним сейчас или нет? Ну, меч, я думаю, что здесь бесполезно брать, ребята. Потому что... Сами знаете, меч, он медленный. Пока он там размахнется им, это будет, конечно, ерунда, помнишь. Сейчас топ-удов отсюда будет выкручиваться, да? Лайя его здесь вот и подловлю. Не получилось почему-то у меня подловить. Опа. Хорошо, что он промазал сейчас, а? Как говорится, пули летели над головой. Да-да-да-да. И готовится к теневому. Смотрите, ребята. Странно. У него же теневая энергия уже накопилась. Почему он... Это, конечно, он зря. Я думал, что он сейчас теневой будет использовать. И тогда все, у меня был бы край. Но он не стал этого делать. Видимо, пожалел меня. Но это не имеет значения, ребята. Потому что сейчас будет босс. Который, как мы знаем, не знает никаких пощад, никаких жалостей. И будет меня сейчас сорвать. Да-да-да. Именно от зума, который обезумел. И он еще, к тому же, в теневой. Оу. А вот это вот печалька, ребята. Три раунда с ним нужно. Ну, естественно. Как же. В теневухе-то почему бы не использовать постоянно, да, теневый удар, ребят? Ты смотри. Я его не могу, ребята, пробить даже. Какой он, собака, крепкий. Упал? Он упал, ребят. Эть! А почему я не... А, у нас же, типа, боковой удар. Ладно. Первый раунд за нами. Чудом, конечно, это все получилось. Ой, ладно. Давайте, поехали дальше, ребят. Раунд два. Может быть, использовать теневой? Да, я буду использовать, ребят, теневой удар сразу же. Моментально просто. Оп! А он, видели, хотел сейчас только что его тоже использовать. Просто я его немножко опередил. Так, я продолжаю... Ах, не успел. Оу, отнимает довольно... Да ладно! Черт бы тебя побрал. Он уже, ребята, не шутит. Причем давно, давно не шутит. Теневая энергия у него бесконечна. Он может этих суперударов здесь сделать сами. Знаете, сколько? Оу, я попал под пропеллер от ноги НАТО, ребята. Да, именно так он выглядит. Хорошо. Один-один. Блин, какой же он жесткий гад. Но забываем, что это у нас, ребята, обычный режим. Вот, сейчас было замечательно. Сейчас я ему хорошо пробил. Ты смотри, выкрутился. Как ты мог выкрутиться? Хе-хе-хе. Мимо. Ребят, мне приходится вот таким вот пока ударом бомбить, чтобы он тут особо сильно... Ты посмотри, блин. Ну и сразу же, сразу же, ребята... Два удара достаточно мне, чтобы он практически сравнял свое здоровье с моим. Всего лишь два удара. Да куда ж ты? Сейчас будет супер... Да. Это, конечно, очень жестко, ребят. Потому что он просто мне не дает ни хрена сделать своими суперударами теневыми. Ладно, у нас еще там будет одна попытка. Я знаю, многие будут писать, а я его сразу убил, а я его не сразу убил. Какая разница, кто когда убил его? Главное, как это сделать и чем. Так. Хорошо. Вот сейчас вот мне понравилось так. Может быть, мы все-таки сравняемся с ним в счет? Опа. Вот это что-то новенькое было. Оу! Ты хорош! Да, ребят, вы сами себя прекрасно видели, как это было. Расписал меня просто-напросто без проблем. Ладно, тратим свою... Последнюю, блин, попытку. Или-или, как говорится. Чертов упырь, а. Ферчер, блин, от зума. Ну ладно, предположим, да? Ага, хотел выкрутиться. Вот тут я его, конечно, хорошо поймал, ребят. Ой, ё-моё, жалко стало. Бедного от зуму. Ну, первый раунд почему-то какой-то легкий. Наверное, знаешь, дает тебе какую-то светлую надежду на то, что у тебя так всегда и дальше будет. Подбили. За 10 комбо, ребята, моего. Идеально. Причем идеально. Это что-то, нечто, ребят, вообще. Хорошо. Дальше идем. Так, теневой удар скоро накопится. Но он тут практически, ребят, бесполезен. О, Нагинат он потерял. И, ребят, вот это уже хорошо. Вот это уже, грубо говоря, победа. Нет, хотя он может же теневые удары и без Нагинаты делать. Так что рано он радуется еще. Так, второй раунд мы с вами победили. Да, естественно, я понимаю, что это нечестно. Зажимать возле стенки и бомбить одним ударом. Но у меня сейчас разговор идет не о честности, ребята, а о том, чтобы пройти вообще его. Как мне нравится, что он начинает. О, щита! Вот это вот могла сейчас быть, ребята, критическая ошибка. В принципе, так он... Ты смотри, что он... Вот я зря, зря я начал вот это делать, ребята. Зря я начал дурковать. Надо было его просто бить обычно. Вот дал ему шанс, ребята, от меня оторваться. И сейчас, я так понимаю, он, наверное, раздухарился и будет наказывать, как говорится, по полной программе. Ты посмотри, что он творит, а. Только теневые удары, ребята, он использует. Сейчас, естественно, естественно. Вот как же без этого? Так. Попытаюсь так же его пробить. Но не получается, ребята. Все равно он... Выпутывается и суперудар. Хорошо. Оу! Под пропеллер попал, да? Да, именно под него, ребят. Как же я жалею, что я начал дурить. Надо было бить. Нет, надо было вот использовать. Мне, блин, долбан этот теневой удар. Шло без него все нормально. И все было бы хорошо. Нет, вот на. Так, 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 так. Ать, упал, молодец. Пробиваем дальше, ребята. Фух, главное, чтобы он не вырвался. А он вырывается, он пытается вырваться. Черт бы его побрал. Бросок, конечно же, бросок. Ёп, просто ты, ты достал уже в самом деле. Нет, не могу. Не могу этого позволить. Да, ребята, я здесь проиграл, как вы видели. Причем, блин, я сам в этом виноват. Ладно, не беда. Я до него обязательно найду. И обязательно его покараю. Ну, а пока сделаем паузу, ребятушки. Ну, что ж, дорогие мои друзья. Давайте попробуем еще разок завалить этого Кадзуму. Ух, Адзума точнее. Ну, что ж, поехали. Или, или. Ну, это хорошо, что ты начал делать свой суперудар теневой. Причем, я от него, как говорится, смог избежать. Я, естественно, ребят, не буду здесь уже рассусолиться, как в прошлый раз. Попробую по максималке его зажимать. Ах ты, не получилось, блин. Да чтоб тебе. Ты посмотри, а, ну. Что за непруха-то такая? Ну, остался совсем. О-о-о, в патчу. На. Нет, ребят. Ничего не вышло, конечно. Но было эпично. Выглядело, да? Так в замедлении просто в патч ему. Так, ладно, хорошо. Первый раунд за ним. Погнали второй. Вот стоит ему только начать применять, ребята, свою теневую вот эту вот энергию. Все. Практически никакого шанса на победу нет. Вы это прекрасно сами видите. Он ее когда хочет, может, делать. У него нет никаких ограничений в этом деле. В отличие от меня. Так что, ты посмотри, вот что он и делает, ребята. Ну, естественно, когда мы тут лежим, почему бы на тебя не прыгнуть и не бомбануть тебе пяткой в морду? Ты что, и поклонился мне, блин. Ладно, третий раунд. У нас еще, ребята, есть с вами одна попытка, так что... Да вот нет, хрен тебе. Теперь я попробую его вот так вот, ребята. Получится? Нет. Ну, конечно, фора у него охрененная, ребята. Тут ничего не могу сказать. В две победы. Будем пытаться как-то. Не знаю. Ха-ха, промахнул. Вот это... Вот это... Блин, это, конечно, было хорошо. Радоваться рано было. И сейчас, наверное, бомбанет ногой своей. Да. Проиграл. Ну, что ж поделаешь, ребят. Проиграл и проиграл. Не могу сказать, что он слабый. Но, согласитесь, когда ты вечно в теневухе, преимущество за тобой, конечно, неодолимое. Но это, согласитесь, не первый и не последний враг, который будет в теневой энергии у нас находиться. Просто все дело в том, что, как говорится, кому как повезет. И кто успеет вовремя что-то активировать. Чертовы удары, а. Ну. Вот у меня, я вижу, только один вариант, ребят. Вот так вот его зажимать. Что это у него за удары такие были, а? Ты на голос не бери. Щенок, блин. На. Ёпрс, это бросок сделал. Да, 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 да. Я понял, что я проиграл. Фельдшер от Зума. Все равно, рано или поздно, я его победю, ребята. Смогу победить. Пускай он даже и не радуется. Единственное, что здесь мы, ребята, за проигрыш деньги платим, да? А там уже будут рубины. Сами прекрасно понимаете. Там особо сильно не разгуляешься. И попытки у тебя будут, естественно, ограничены. Ну, добьем? Ну, конечно, ага, добьем. Хотя, нет. Даже бросок на него малоэффективно действует. Хорошо, пробили. Ладно, в общем, мы сравняли с вами счет. Не знаю, как нам тут фортануло повезло. Но мы продолжаем с вами. Рынок пустой. Заметьте, да, уже не такой ясненький, как только мы начинали играть. Ну, что ж ты не стал делать теневой удар-то свой, а? Любимый. Свой изысканный теневой удар. Вот, обожай, когда вот так вот происходит все. Да, вот он и делает свой удар. Нет уж. Захотел меня взять на пропеллер на Геннаты. Так, теневой. Черт, вот надо запомнить, ребята, что... Нет! Я отскакиваю. Да почему, ребят? Ну, я же отскакивал. Как вот он тормозит, конечно, во время вот этого вот применения теневого удара. Будь это все как бы в реальную, я бы давным-давно уже отпрыгнул. Но нет. Короче, получается такая фишка, что его нельзя просто-напросто далеко от себя отпускать. Лучше его в ближнем бою все время колбасить, ребят. Да, только такой вариант. Так, ну что, попробуем, ребят. Наверное, с вами не так уж много попыток. Ух, хорошо сейчас было. Если он сейчас... Так, теневой удар сейчас будет. И это, наверное, кранты, ребята. Сейчас попытаюсь. Попытаюсь, конечно, но... Да, получилось у меня, ребят. Все-таки я его опередил. Ну, как говорится, 2-2. И вот этот вот последний раунд будет у нас решающим. Да какое, блин, сдаться, продолжить? Какого фига вообще здесь вот это вот выходит? Я не понимаю, что за глюки? Погнали, ребят. Так, один удар он сделал. Было бы у него хотя бы, ребят, знаете что? Ограничение по ударам. То есть, ну, например, он может всего лишь 5 теневых ударов сделать за раунд. А то ведь бесконечное количество. Блин, может быть, прокатит, ребята, а? Есть, вроде бы... Нет, 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 нет. Ес! Да, ребята! Фух! Поздравляю нас всех с победой над фельдшером Адзумой. Да. Было тяжело, но мне понравилось. По крайней мере, здесь мы с вами прошли. Так, 150 рубинов получаем. Ну, и придется, естественно, смотреть рекламу, чтобы получить еще жетоны. Ну, и мы с вами продолжаем. 82 жетона еще получили сверху. Я думаю, что сейчас Адзума придет в себя и будет просить прощения. Или, наоборот, говорить нам добрые слова. Уф, кажется, закончили. Все теневые очаги ликвидированы. Видишь, даже мы с ребятами надышались этой гадости. Еще бы я не видел, я тебя сейчас только что утихомиривал. А вот ты не подкачал. Думай как-нибудь о том, чтобы вступить в наши ряды. Окей, фельдшерам нужны такие люди. Держи награду. Спасибо тебе большое. У меня 524, ребята, жетона. И я думаю, что я, наверное, что-то могу себе позволить купить. И, как вы понимаете, это была лишь... Да-да-да, это я понял. Это лишь была верхушка айсберга, ребята. Впереди нас будет ожидать еще большая жесть. Потому что мы с вами переходим уже на новый режим. Так, давай бесплатно здесь улучшим себе шляпу. Коса. Так, сколько у меня денег? Ну, денег у меня маловато, я не накопил. Но ценник тут уже, ребята, кусается. Шляпа стоит 900. Ну, я ее возьму по-любасику. Костюм. 1300. На Генната почти 2000. И бесконечная боль. Вот эти вот иглы, кстати. Да, вот он чем бросался. Стоит 600. Хорошо, ребята. 130. Ох, Костолома. Нифига себе. Жестко, жестко, конечно. В общем, ничего я здесь позволить себе пока не могу. Но, тем не менее, ребята, мы с вами переходим. Переходим на следующий этап. Да что ты будешь делать? Который у нас идет престижным. И, как видите, тут наградки такие сладкие. Через 2 победы мы получим 400 очков. Это уже хорошо. Плюс тут у нас легендарная карта. И эпический бустер пак. Почему не легендарный? Ну, это и не важно. Ну, что же, ребята, поехали. Все это дело у нас, естественно, будет стоить рубины. Участвовать. Нет, рубины будут стоить, когда мы с вами будем по второму разу. Ну, а пока это все бесплатно. Поехали. Враги, я так понимаю, останутся те же самые. Но, как обычно, тут будут меняться условия. Видите, сейчас рынок светленький. Яркий. Все хорошо. Народу нету. Обезумевший носильщик здесь. Опа, ребята. Я не могу, по-моему, здесь использовать суперударцы. Понятно. А это... Оу, я даже... У меня ничего здесь не работает, ребята. Никакие суперудары. А, нет, вру. Ребят, все работает только... Как бы вам сказать это? В обратном порядке. Теперь мне приходится нажимать назад, чтобы вот сделать вот эту свою излюбленную серию ударов. Все, я понял. А я думал, что они их отключили. Нет. Хорошо. Значит, просто надо нажимать назад, и мы будем делать с вами тройной выпад нашей Глефой. В принципе, мне больше пока здесь ничего и не нужно. Ого. Так, ну иди сюда. Так, у него, ребята, теневой удар накопился. И... Да-да-да, он его хочет воплотить. Нам нужно его как можно дольше продержать. Вот. Шикарно. А теперь я попробую, ребят. Воплотить свой теневой удар. Ну, давай, ты будешь пускать? Будешь. Конечно же, будешь. И последний. Нормуль. Так, ну что, носильщика мы с вами победили. Двигаемся, конечно же, дальше. Ух. Все время меняются всякие условия, ребята. То в теневом режиме приходится драться, то без света, то еще чего-нибудь. Каждый раз что-то новенькое. То враг какой-нибудь супер-убер непобедимый. Так, что у нас тут? Быстрое накопление теневой энергии. Понятно. В принципе, с этим можно еще сразиться. По-моему, вот эта девушка-барышня у нас была в прошлый раз на первом месте, да? В первом раунде. Сейчас она во втором. Не даем, не даем, ребята, ей использовать теневой удар. Пускай лучше делать. Ах ты! Вот так, значит, да? Ладно, хорошо. Хе-хе. Попалась. Под мою козырную подсечку. Обезумевшая торговка. Хорошо, ребята, раунд два у нас. Не забываем, там на кону 400 очков, ребята, у нас будет. Если мы здесь побеждаем. Поехали. Оу-оу-оу, вот это да. И опять она начинает свой теневой. Эта девочка, я смотрю, не из тех, что будет выжидать момента. Сразу в теневой удар, естественно. Ну, за это она и поплатилась. Так, хорошо. 400 очков, ребята, у нас уже в кармане. Так что я на полном расслабоне уже. Шучу, конечно же. Так, продолжаем. Так, идем к легендарной карте, ребят. Я не знаю, что там. Но, опять же, повторюсь, и все для Нагинаты у нас идет. Или же какой-нибудь перк. Или еще что-нибудь в этом роде. Так, фельдшер от Зума. Вот он. Будет сложный парень, наверное. Ага, здесь опять же поменяли они. Нет. Здесь, ребята, не поменяли. Здесь, по-моему, вообще... Да, здесь вообще отключили, ребята. А, нет. Не пойму. То срабатывает, то не срабатывает. Я думал, что опять отключили они мой тройной этот выпад. Но он почему-то активировался. Да чтоб тебя. Оу, сейчас будет теневух от него. И она меня, наверное, ребята, и погубит. Нет. Я его захерачил. Да, конечно, бои получаются такие сухенькие. Потому что я лишь пользую на один удар. Тройной выпад. Ну, а как с ним тут, ребята, шутить? Я не знаю. Не до шуток, если честно. Чуть-чуть начинаешь прослабление делать. И все. И тебя тут же... Положат, блин. Не спросят даже, как тебя звать. Да, Адзума? Я правильно говорю? Все. Он наш. Так, ну что. Второй раунд за нами, ребята. Еще один остается. Будем пытаться. Как говорится, пол... Пол игры уже пройдено у нас. Если мы его сейчас вздрючим. Куда ты, родной, разогнался-то так, а? Так, давай я вот так сделаю. И еще вот так вот. Ну, это уже для выпендрежа, грубо говоря. Пока преимущество есть, можно... Нет, 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 родной. Так дело не пойдет. Хоп. 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 И вот так вот. Все. Теперь я буду его добивать. Все. Побаловали, как говорится, и хватит, ребята. Я поздравляю нас с победой над первой фазой от Зумы. Ой, тут еще, блин, с саями будет. И больше, чем уверен, опять в какой-нибудь теневухе. Поехали. Легендарная карта, ребята, будет разыгрываться у нас. Так что не расслабляемся. И кто здесь у нас? Оу. Фельдшер-стажер. Он и так-то был жестким. А тут, смотрите, ему преимущество дали для теневой энергии. То есть он может там ее накапливать себе. Поэтому не будем тогда шутковать, ребята. Будем его... Да ты заглохни, ты уже... Ты достал же в корень, а? Как он? Давай, 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 давай. Давай, прожимаем, Рэй. Прожимаем его. Ух. Да, я хотел, ребят, сейчас тут пошутковать. Думал, сейчас подсечку ему тут полный рот натолкаю. Нет. Не будем рисковать. Будем так его фигачить. Потому что еще впереди... Да, да, да. Именно девочка-самурайка, которая будет использовать Сайя. Она очень жесткая. Она очень жесткая. Ну, по крайней мере, для меня. Может быть, для кого-то она покажется легкотней. Но меня она почему-то там херачит по полной программе. Так, ну что же. Погнали. Оу. Куда источник-то встал? Прям в источник я его бомблю, ребят. Оу. Черт. Нет. Ну, конечно же. Конечно же, начинает всякую хрень в меня бросать. Нет-нет-нет. Должен добить его, ребят. Никаких, как говорится, здесь теневых ударов. Все. Легендарная карта у нас в кармане. Это уже большой плюс. Да. Но чтобы сет заработать, здесь придется, ребята, попыхтеть. И что же это у нас такое? Интерференция. Легендарный перк на оружие. Честно сказать, даже ума не приложу, что это за интерференция такая. Хм. Может быть, мы, конечно, видели его от Адзумы. Но как он выглядит, хрен его знает. Вот, вот, ребята. Фельдшер-стажер. Противная баба, которая меня наказывала. Да ладно, тут еще и теневой. Ну как вот. Она и так-то, блин, сложная, блин. А тут еще и в теневом режиме мы должны с ней драться. Зашибись просто. Если я смогу выиграть, это будет, конечно, ребята, чудо какое-то из чудес. У него там теневуха. Побили? Да, я ее задел, блин. Во время прыжка. Фух, аж сердце замерло, блин, на секунду. Ой, ладно, ребят. Пробуем еще разок. Я представляю, если бы вот такой вот режим, да, теневой, они бы сделали с последним боссом. Я бы сказал вам просто, ребята, спасибо большое. За, блин, такое предоставленное вам счастье. Ну, вырвалось. Я знаю, что ты будешь делать в свой кулкий удар. За счет него ты, в принципе, и выигрывала меня. Постоянно причем. Все, ребята, я делаю так. Не было выбора у меня. На тебе вот так вот. И еще один. На добивку это, да? Должны добить ее. Все. Ой, как говорится, меньше проблем для нас. Ну что же, мы переходим с вами к отзуме. Да. И что же они тут нам усложняют задачу? Я не знаю чем, но будет... Блин, наверное, будет очень больно, ребят. В первый этап озен дрался, как волк. А здесь... Так, что там? Не успел я прочитать. По-моему, ничего, да, ребят? Ну, такого тоже быть не может, чтобы ничего не поменялось. Что тогда будет вниз? Хорошо. Вот сейчас было просто отлично, ребята. Не буду я здесь, ребят, ничего понтоваться. Буду вот так его просто зажимать вот здесь, и все. Не хочу повторять ошибки прошлых своих боев. Возьмем хотя бы фору в три победы. Тогда можно будет что-то еще здесь делать. А пока ничего такого внедрять не буду. Так, ладно. Первая победа за нами. Радоваться рано. Это разминка для него. Вы прекрасно знаете, что он может и на что он способен. Да ладно. Прям какой-то... Бальзам, блин, на душу был сейчас только что. Я просто жду от него в любую секунду подвоха от теневой энергии, ребята. Вот сейчас он и будет. Да. На, гад, получи. Не было выбора, ребят, пришлось использовать. Сразу же выпускаем чакры. И еще раз. Так, есть. Есть, ребята, возможность его наказать. Причем довольно неплохая возможность. Да. Ух. Вторая победа за нами. Ну что же, ребята. Третий решающий, как вы помните, да, в прошлых боях. Именно на третьем раунде я стал отгребать солидных, прекрасных люлей. И просто-напросто все слил. Ну. Ах ты. Вот это была, вот это была ошибка, ребят, моя. Опять же очередная. Все, разошелся. Разошелся, причем не на шутку. Да, конечно, бросает свою хрень. Но здесь он промахивается, по крайней мере. Офигеть. Три удара, ребята. Вначале одно, потом второе, третье. И как вот... Нет, по-моему, здесь мы сольемся с вами. Блин, мне бы, конечно, не хотелось бы тратить рубины. Они у меня есть и заработал, но тратить их не хочу. Честно вам скажу. Ну, если надо будет, то придется, конечно, ребята. Чего же сделать? Охота этого говнюка все-таки наказать. Будет выпрыгивать сейчас, да? Выпрыгивать. И теневой удар, естественно, ребята. Ну-ка. Есть шанс, ребята. Есть шанс. Ну, да. Поздравляю нас всех. Это была отличная игра. Это был отличный бой. Спасибо тебе от зума. За предоставленный шанс тебя победить. 710 трофеев, ребята. И, конечно же, рекламка. Посмотрим. Карточки мне нужны. И еще получаем 63 карточки. И в общей сложности у нас 1697. Да. Плюс эпическая династия. Пак. Давайте. Ой, забыл я опять пощелкать по нему. Да что ж ты будешь делать? Ладно. Золоченый обруч. Понятно. Так. Солярные бомбочки. Ерунда. Так. Укрепление. Это у нас давнишний перк. Так. Тут у нас что? Диркорны, да? Крылья журавля. Ого. Ого. Ребят, смотрите. Они у меня становятся топовыми. И. Ну, понятно. Доспех неумолимого. Все. В принципе, ясно. Но меня интересует совсем другое, ребята. Меня интересует, что мы можем с вами приобрести. Броньку, естественно, мы не получим. Потому что она стоит, по-моему, 1900 очей. Но шляпу вроде бы мы с вами... А, нет. Броня стоит 1300. Так, а что у нас в приоритете? Давайте-ка мы посмотрим вначале на свое барахло, так скажем. Так. 2650. А там 2800. То есть уже в плюсе. Так. А шлем 1953. Хорошо. Я запомнил. Так. Давай сюда в сет. Ну, куртяжку однозначно придется брать, ребята. Ну, шлем не очень-то сильно проигрывает. Но сет-то в любом случае надо брать, ребята. Как ни крути, подтверждаем. Да, новая карта. Эпически. Это, ребята, оказывается, у нас эпический доспех даже. Вот так вот. Подожди, а я не понял. Ну что, слабее, что ли? Что-то я сейчас не врубился. Погоди-ка, секунду. Так. Доспехи. Нет, нормуль. Мне что-то показалось, что он слабее. Ну-ка посмотрим, как он выглядит. Ну, ребят, я у многих людишек уже видел. Такой доспех. Поэтому, как бы, для меня это не новость. Не новье, так скажем. Так, сумрачный барьер. То есть, что мы здесь можем? И отдача. Вот так вот. Конечно же, я попытаюсь, ребят. Не буду говорить, что 100% у меня это получится. Что тут за новости? Так, столицу династии охватил безумно. А, ну это понятно. Вот. Смотрите-ка, а здесь почему-то нунчаки главное, да? Ой, нунчаки, подожди-ка, секунду. Где, 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 где это, блин? Смотрите внимательно. В новостях. Вот показывается сет. Здесь. Вот, смотрите, сайи легендарные. Почему-то их здесь в обычном этом нету. Ну, это, видимо, как всегда, наверное, покупать это где-нибудь, наверное, больше, чем уверен. Ну, что же. Нам осталось, точнее, мне осталось, ребята, совсем чуть-чуть для того, чтобы купить себе хотя бы еще что-то. А точнее, сейчас я вам скажу. Нам, естественно, нужна сразу же шляпа. 900. То есть, 600 очков мне еще в любом случае нужно будет добить. Естественно, ребята, я это сделаю. Я потрачу свои рубины. Конечно, на Генната мне не особо нравится. Не знаю, есть ли смысл в ее приобретении. А вот насчет вот бесконечной боли. Иголки вот эти. Может быть, даже тоже их попробую. Но, в любом случае, ребятушки, на этом я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Как говорится, увидимся с вами в следующих сериях. Как только выйдет что-то новенькое или когда у нас подойдет, как говорится, Лига к завершению. И мы посмотрим, что нам за пакетом достанется легендарный. Так что, всем пока, всем удачи и спасибо, что смотрели. Субтитры сделал DimaTorzok